Своим приветствием, Ренат, ты знаешь, интересно, что даже как раз по поводу возраста и такого исторического решения Джо Байдена не идти на второй срок, это может понять только человек, который был у власти и обладал полнотой власти, абсолютной властью, нам, простым смертным этого, наверное, не понять. Вадим Денисенко, есть такой политолог украинский, он сказал, что это тоже, знаешь, смещает такой акцент и в российской политике, если я так можно назвать, но очень неудобно для Путина, потому что это обращает внимание на то, что, во-первых, он действительно стареет, он не молодеет, и он до сих пор не назвал преемника. Остается единственная форма существования России, в свое время озвученная Володиным смерть Путина «Нет России». И другой формулы мы для вас пока не придумали. Ну, я думаю, что единственная форма существования России, это некая форма престолов наследия, и они вот эту форму престолов наследия сейчас всячески ищут. И мы же видим, как в последнее время Владимир Путин единственное, кого продвигает, это свои охранники и свои дочери. И мы вот, видимо, из дочерей или охранников, а это как-то смешалось, видимо, в этом причудливом сознании Владимира Владимировича, будем избирать себе преемника. За этим наблюдать и странно, и стыдно, но, тем не менее, мы понимаем, о чем это говорит, да, и мы понимаем аналогии с каким временем и с какой эпохой мы тоже можем проводить. Давайте ждать дела врачей и прочего прочего. Доверяем мы только самому ближнему кругу, но ему тоже не доверяем. Ну, в принципе, как бы сопоставлять и сравнивать российскую и американскую политическую систему невозможно. И сейчас, как бы, даже последняя возможность для сопоставления, это пожилые руководители, она тоже явно пропадет, особенно если Дон Трамп таки не займет кресло головами. Ну, вот, на самом деле, уже подгорает у российских пропагандистов, и не только у дипломатов, если можно назвать. И вот Маша Захарова, комментируя факт российского вмешательства в выборы, сказала следующее. Обвинять Россию в собственных бедах, просчетах и ошибках в проявлении болезни американской демократии. Вот как это было. А теперь по поводу вмешательства, да, у вас еще был вопрос. Это действительно очень смешно. Дело в том, что обвинять Россию в своих собственных бедах, просчетах, проблемах, ошибках, недочетах, но мне кажется, это и есть проявление болезни американской демократии. Мы желаем выздоровления, вновь подтверждаем, что мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств, уж тем более не оказываем влияния на, и не моделируем, или как там говорят, не оказываем какого-то там давления на электоральные процессы, предстоящие выборы в Соединенных Штатах не исключение. Мы никогда в них не вмешивались и ранее, не вмешиваемся и сейчас, не собираемся вмешиваться в будущем. Это, кстати говоря, отличает нас от самих Соединенных Штатов Америки, которые, ну, судя по всему, буквально не могут отказаться от привычки вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран. Вроде каждый раз, да, вот когда обитатели Кремля врут, их можно сразу понять, где они конкретно врут и знают, что они врут. Это вот эта хе-хе преслабутая, да, путинская хе-хе, и у Маши, они просто уже это переняли друг у друга, вот такой вот, знаете, сигнализацию, точно нельзя верить, потому что они говорят, по вашим не над собственным ощущением, наблюдением, почему тогда, наверное, риторический вопрос, но почему Россию тогда уже так сильно тревожат выборы в США? Новый кандидат от демократов и вообще вся американская повестка. Я уже молчу про Украину, разумеется, но явно же больше интересует их, чем в собственной стране. Ну, вообще, сейчас же в России единственная любопытная тема – это выборы в США, и каждый Ванька в замызганной рваной майке, испачканной дешевым кетчупом, он просыпается и думает, что же там в Америке. И вот этот удивительный феномен, я каждый раз задаюсь вот этим вопросом. Как так вышло, что, с одной стороны, в России всячески пропагандируется антиамериканизм и антизаторничество, антизаторничество как таковое, но, с другой стороны, на самом-то деле страна абсолютно посвящена и она влюблена в Америку как таковое. Если хорошие фильмы, то все равно американские. Если хорошие джинсы, то все равно американские. Если мечта, то все равно американская. Если выборы интересные, то все равно американские. И вот как бы ни старались российские политические деятели сделать вид, что россии есть особый путь и что путь этот куда-то там в сторону востока и китая путь этот все равно глаза все равно смотрят куда там весь интерес если великий журналист то конечно же американец такер карлсон вы помните как про американца такера карлсона отзывалась маргарита симонян это пример лучшего в истории журналистики интервью говорила она про интервью который берет американский журналист выходит что сама-то маргарита симонян русский журналист берет плохие интервью не лучше а вот американский журналист брат лучше американский рэпер коневест приезжает в америку это главная тема нескольких недель потому что американский рэпер коневест приехал в америку и почтил своим присутствием нашу великую и златоглаву это поправлю в россию приехал да 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 в россию да я приехал в россию удивительно казалось бы америка плохо американцы чудовища значит у нас особый путь но все наше внимание к визиту американского журналиста визиту второсортного ну ладно не второсортного яркого американского рэпера просто немножко сочетшего с ума и к американским выбором но вы либо уже как бы крестик либо трусы и для меня вот эта дихотомия на каши неясна а и мария захарова когда она говорит что значит нам нет никакого дела до американских выборов да мария захарова плоть от плоти соединенных штата америки она спит и видит когда я отпустят наконец-то же мне кажется и из из лап ее нынешней работы и она сможет наконец-то вернуться в свой любимый нью-йорк где я лично с мария захаровой виделся и где лично мы ходили в нью-йоркские рестораны когда она была значит менеджером по связям с общественностью и медиа при представительство россии в оон и прекрасно и узнает все русские журналисты и все с ней выпивали значит на манхэттене в самых разных ресторанах и она признавалась любви к этому городу и говорила что господи как я счастлива что я тут живу и конечно же мария захарова врет и это кхе-хе она очевидно лживая кхе-хе абсолютно верно заметил которая сейчас 8 на всем у путина заразился даже каждый каждая мелкая сошка теперь все кает по поводу вмешательства и невмешательства ну очевидно россия будут стараться вмешиваться в американские выборы но я думаю что сейчас администрация трампа наученная горьким опытом предыдущего электорального цикла да и предыдущего опыта соответственно взаимодействия с россией я думаю что все таки никто с россией взаимодействовать не будет и он 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 Субтитры создавал DimaTorzok